наше государство придумала пятую колонну таких белых ходоков с которыми она успешно борется уже много лет и успешно отвлекает нас от более важных новостей и на данный момент я осталась просто без средств существования мне на жизнь остается всего лишь 80 рублей как можно прожить за эти деньги учитывая что у нас нет свободного телевидения мы создали передачу куда вы можете присылать свои видео истории о зарплате пенсии алиментов ценах на продукты коммуналку и о ваших правах в одном они были правы зима ближе чем кажется рост благосостояния народа одна из главных целей нашей политики доходы граждан продолжают расти мы поддерживали и будем поддерживать людей находящихся стесненных жизненных условиях жительница поселка заречья речицкого района галина соловей сама вырастила трех детей пережила лихие 90 но попала в сложную жизненную ситуацию только сейчас когда страна по словам чиновников цветет зарабатывая 317 рублей 90 идет на оплату проезда на работу 174 оплата кредитов и налоги на жизнь остаются копейки и на данный момент я осталась просто без средств существования мне на жизнь остается всего лишь 80 рублей как можно прожить за эти деньги оплачивая коммунальные услуги питаться хотя бы более-менее как-то я не говорю про себя я говорю про ребенка можно было бы сэкономить на оплате проезда но рабочих мест в поселке мало большая часть населения едут на работу как и галина в соседние города и деревни работы нету большая часть населения без работы сидят и чтобы найти где-то даже в речице у нас это надо потрудиться поискать откуда заробки если эту работу люди работают ездить в речи никакого производства нигде не учиться нигде не работают школу от училища уехали из работой тяжело вот еще кто в тюрьме работает а тут вот по месту так тяжело найти работу а вы что не знаете что здесь городок пожилых людей нету здесь молодежи работы нету все экономия на всем плоды не приносит денег не хватает на питание не говоря уже про одежду и другие вещи вопрос стоит о физическом выживании на данный момент у меня стоит выбор либо оплатить коммуналку полностью сто процентов и покупать продукты реально просто умирать голодом облегчит ситуацию могло бы государство выполнив свое предназначение забота о тех кто попал в сложную жизненную ситуацию но галина от него этого не просит она волнуется за дочку и пробует получить элементы от бывшего мужа я не получаю как элементы на младшего ребенка уже 10 лет и судоисполнители это скрывает все эти 10 лет они отмазались какими-то отписками и отговорками оказывается что слова чиновников расходятся с делами и это подтверждает случай жительницы гомеля ингой городней ее муж работает на территории российской федерации есть возможность его легко найти в том числе через социальные сети в которых галина сделала репост объявления о поисках мужа на что реакция милиция была мгновенной через буквально сутки мне звонят и говорят из милиции что это информация не правдоподобная и то есть просят меня этот репост убрать после обращения милиционера она получила от неизвестного пользователя социальных сетей переписку со страницы зарегистрированной от имени мужа в которой работник железнодорожного рвд гомеля фидяй олег объяснял бывшему супругу как сделать чтобы его исключили из розыска потому что объявление увидела руководство и дело взято под контроль а ему нужно квартал закрывать правозащитники видят в этом элемент коррупции коррупция это не только отримание хабару в грошовом выразе аллея отримания каких-то выводы какие могут быть человеком отриманы дякуючи выкористания и зловживания службовым становищем видео предоставил на волонтерских началах кастусь жуковский а Продолжение следует...